Десятое июня, среда. Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Ирина Варава. Здравствуйте. Глав двух новых субъектов Российской Федерации, Севастополя и Крыма, впервые включили в рейтинг эффективности губернаторов. По данным Фонда развития гражданского общества, глава Республики Сергей Аксенов вошел в группу губернаторов с очень высоким рейтингом, набрав 77 баллов из 100 возможных. У Сергея Миняйла 64 балла. Это относит его ко второй группе с высоким рейтингом. Данные являются одним из основных факторов, по которым в администрации президента оценивают деятельность глав регионов. У Сергея Миняйла есть резервы для повышения рейтинга. Это во многом будет зависеть от работы его команды. Такое мнение высказал руководитель политической экспертной группы Константин Калачев на презентации девятого рейтинга губернаторов. Ход выполнения правительством постановления законодательного собрания о реализации концепции социально-экономического развития Севастополя до 2030 года заслушан на очередном пленарном заседании. С текстом итоговой резолюции предварительно были знакомы только председатели постоянных комитетов и комиссий. Подробности у Анны Малышко. Напомним, постановление внеочередного заседания законодательного собрания 22 апреля депутаты констатировали отсутствие существенных продвижений в реализации концепции социально-экономического развития Севастополя до 2030 года и отметили недостаточную работу правительства в этом направлении. Тогда депутатский корпус затребовал до конца мая предоставить региональные программы, дорожные карты, отчеты и техзадания по разработке генплана. За месяц правительством разработан детальный отчет по каждому пункту. Из шести постоянных комитетов и комиссий законодательного собрания только четыре председателя смогли предоставить резолюции по отчету правительства. Это комитет по градостроительству и земельным вопросам, бюджету и экономике, а также комиссия по законодательству. Выводы в целом положительные, однако, по словам депутатов, не все поставленные задачи выполнены в полной мере, хотя выступления начинались со слов благодарности. В проект постановления законодательного собрания, на наш взгляд, следовало бы включить три раздела. Это подвижение работы по направлению военно-экономического туризма, подготовка техзадания на генплана города Севастополя и разработки региональных нормативов градостроительного проектирования. В заключении, считаю своим приятным долгом поблагодарить коллег из правительства, это Шаповалов Игорь Владимирович, Брусенцев, Алексей Анатольевич, Рудаков Дмитрий Станиславович, Дешневская Марина Юрьевна и Кудинов Виктор Александрович за совместную работу, которая была неформальной, вполне конкретной и конструктивной, но я надеюсь, что станет хорошей традицией. Я хочу поблагодарить представителей правительства за сотрудничество в реализации данного постановления. Я предлагаю правительству в срок до 1 июля представить план мероприятия по переходу на программный целевой метод формирования бюджета. Перечень программ есть, надо это все превратить действительно в рабочий документ. И дать пояснение в связи с несоответствием содержания действующих программ и проектов, приложенных к отчету правительства. Здесь в пункте 4 написано, что комиссия должно завершить формирование правительства Севастополя. Хочу сделать маленькую ремарку в том смысле, что определяет структуру правительства губернатор по принципу разделения властей. Поэтому мы можем, со своей стороны, только рекомендовать те или иные меры, касающиеся изменения структуры правительства. Часть депутатов и вовсе считает постановление законодательного собрания от 22 апреля диктатом и вмешательством в работу правительства. А сам документ неправомерным. С ними согласен и почетный гражданин Севастополя Евгений Генералов. Что такое частично выполнено постановление законодательного собрания 22 апреля 2015 года? Частично это как? Два пункта из трех. 99% из 100. Тем более, если слова начинались с благодарности. Я вообще тогда не понимаю смысла данного постановления. Также хотела обратить внимание, что нашим коллегам Дмитриевичам Колесниковым направлено заявление на имя прокурора города Севастополя о нарушениях законодательства при проведении внеочередных пленарных заседаний на сессии законодательного собрания города Севастополя, проведенных 22 апреля и 22 мая 2015 года. Поскольку не все депутаты привлекались к обсуждению отчета правительства, а только председатели постоянных комитетов, вкратце пояснение давал начальник главного управления экономического развития Элимдар Ахтемов. Он сообщил, для разработки генплана Севастополь получит из государственного бюджета двумя траншами 50 миллионов рублей. А на сегодняшний день в городе зарегистрировано 9 субъектов свободной экономической зоны. Еще 6 у нас, скажем, в работе обращений предприятий по стать участниками резидентов. Кроме того, я бы хотел сказать, мы сформировали первый раз, наверное, под конкретный инвестпроект земельный участок площадью 6 га, зарегистрировали право субъекта Российской Федерации, на него под конкретный завод по выпуску холодильного оборудования и сэндвич-панели, ориентировочный объем инвестиций 1,5 миллиарда, приезжали уже, скажем так, владели завода, проведены переговоры, и дальше идем в соответствии с законодательством. 14 голосами «За» постановление принято с дополнениями в части развития виноградарства. Следующим вопросом в повестке дня утверждение аудитора контрольно-счетной палаты. На эту должность назначен Дмитрий Рудаков. До этого он возглавлял департамент земельных и имущественных отношений в правительстве Севастополя. Всего же в повестке дня пленарного заседания рассмотрено 18 вопросов. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В нашем городе проходят соревнования по пожарно-прикладному спорту. Скорость, ловкость и мастерство в борьбе с огнем демонстрируют пожарные шести частей севастопольского МЧС. Ежегодные состязания лучших из лучших проходят по шести дисциплинам. Какие испытания преодолевают спортсмены, знает Святослав Данилов. Пожарно-прикладной спорт – целый комплекс дисциплин. Он заключается в выполнении приемов, необходимых для тушения огня. Впервые подобные состязания прошли в 1937 году среди работников пожарной охраны НКВД СССР. В нашем городе соревнования проводятся ежегодно. Нынешний турнир приурочен ко Дню России. Соревнования – это у нас показатель, опять же, боевой подготовки. Подразделение – один из показателей боевой подготовки тех пожарных, потому что это пожарные все-таки профессионалы, которые служат, которые тушат пожары, спасают и так далее. Это один из моментов этих соревнований. А также, повторюсь еще раз, это отборочные соревнования на чемпионат России, то есть на главный старт страны. Традиционный парад открытия проводят перед стартом чемпионата. В строю все 42 участника. Каждая из шести команд состоит из семи спортсменов. Есть среди них и мастера спорта. Соревнования проходят в шести дисциплинах. Первый вид – это штурмовая лестница в окно четвертого этажа, подъем по штурмовой лестнице. Второй вид – это подъем по трехколенной лестнице в окно третьего этажа. И третий вид, который сегодня будет проходить, это 100-метровая полоса с преодолением препятствий. Пожарная эстафета, которая включает в себя преодоление домика, забора, бума с рукавами и тушение горящего противня. А также завтра будет происходить один из видов – это боевое развертывание. Соревнования по пожарно-прикладному спорту проходят по четко определенным правилам. Не меняется даже последовательность дисциплин. Первая из них – подъем по штурмовой лестнице. Именно такая штурмовая лестница весом в 8 килограммов используется в одной из самых сложных дисциплин пожарно-прикладного спорта. Участнику соревнований нужно подняться на четвертый этаж учебной башни. Как и на соревнованиях по лёгкой атлетике или плаванию, спортсмены стартуют по сигналу. От учебной башни их отделяет 27 метров. Лестница, вместе с которой пожарные пробегают это расстояние, оснащена специальным крюком, за который и нужно зацепиться. В реальной обстановке приспособлением пробивают стёкла в окнах. После того, как пожарный очутился на втором этаже, ему нужно перекинуть лестницу на третий и повторить процедуру. Для каждой из шести дисциплин соревнований есть нормативы, выполнение которых позволяет стать мастером пожарно-прикладного спорта. Для того, чтобы получить звание в этом виде, на четвёртый этаж нужно подняться за 13 секунд. Пенсионер МЧС Роман Романенко стал мастером спорта благодаря тому, что выполнил норматив по установке и подъёму по трёхколенной выдвижной лестнице. Вспоминает, когда был пожарным, работу с этим приспособлением всегда доверяли именно ему. На практике больше всего, наверное, применяются всё-таки групповые виды. Это эстафета пожарная, где непосредственно показывают и свою выносливость, и умение тушить очаг огня. И, конечно, боевое развертывание – это основной вид, можно сказать, потому что здесь именно, получается, надо развернуть линию, забрать воду из ёмкости и потушить условный пожар, который в мишени, которые заполняются водой. Вес трёхколенной лестницы – 50 килограммов. Упорожнение выполняется в паре. Её снимают с пожарного автомобиля или макета, расположенного на линии старта, и преодолевают дистанцию до учебной башни. После этого один пожарник выдвигает лестницу до уровня третьего этажа, а второй поднимается по ней и финиширует. Участник соревнований Семёна Бещенко спасает людей уже 12 лет. В прошлом году стал победителем чемпионата. Говорит, соревнования вносят неоценимый вклад в подготовку пожарных. Для работы пожарного это просто неоценимая поддержка, если он умеет бегать, умеет устанавливать весь этот пожарный инвентарь, так как очень часто приходится спасать людей с этажей зданий, с крыш, то есть с высот. А лестницы – это один из наших самых простых путей эвакуации людей от пожара. Лучшая пожарная команда поедет на чемпионат России в Челябинск, который пройдёт с 24 по 29 июня. Победитель получит право выступить на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту в Санкт-Петербурге. Светослав Данилов, Делюяр Меджитов, информационный канал «Севастополя». На этом у меня всё. Благодарю за внимание. Всего вам самого доброго. До встречи.